День пиар-специалистов Я бы сказал, что это, наверное, одно и то же, но русскоязычному зрителю будет понятнее, когда мы назовем это все русскими словами В чем все-таки в общем заключается работа пиар-специалиста или специалиста по связям с общественностью? Что самое главное, какие задачи стоят перед вами? На самом деле функционал довольно обширен, он в себя включает прежде всего налаживание коммуникации с общественностью Часто это бывает, зачастую это бывает так, что налаживается коммуникация именно с точки зрения бизнеса Бизнесу очень интересно работать с лояльно настроенным обществом Так легче предлагать свои услуги, товары и так далее Но нельзя ли путать пиар-специалиста с рекламным агентом? Ведь он тоже по сути рекламирует какую-то данную продукцию или данное предприятие коммерческое Задачи как-то отличаются? Разные? На самом деле многие так и рассуждают, как вы говорите, то что пиар и реклама это одно и то же На самом деле это не так Самым главным отличием, наверное, одного от другого может служить то, что реклама Она нацелена на то, чтобы рассказать о товаре и услуге А пиар, он скорее действует не на ум потребителя, покупателя А действует скорее на сферу подсознательного, на сферу инстинктов человека Он, наверное, да не наверное, а точно формирует более четкое восприятие того, что человек покупает или приобретает Плюс я бы даже сказал, что пиар заставляет людей быть приверженцами Одного вида товаров, одного вида услуга, одной компании, одного бренда То есть здесь уже я бы мог сказать, что пиар, он так или иначе формирует спрос Реклама может это делать весьма и весьма нюклюже То есть пиар это более такой серьезный подход Да, это более интеллектуальный вид деятельности Но пиар бывает разный, он бывает не только коммерческий, бывает и политический Вот для чего в принципе нужны политические пиары? Могут ли наши представители политики, так называемые, без пиара обходиться? На самом деле пиар в бизнесе и в политике, он очень похож между собой Потому что и там, и там главной целью является создать лояльно настроенную часть общества Которая бы более легко воспринимала деятельности и тех, и других групп Я имею ввиду и бизнеса, и власти Но властный пиар, он конечно имеет свою определенную специфику Органы госвласти многими годами занимались новой пропагандой Это вот 70 лет советской истории Наверное можно считать началом начал пиар деятельности органов госвласти На данный момент, когда у нас в стране является главной задачей строить демократию И переходить к рыночному механизму функционирования экономики То на данный момент все-таки главными являются выборы, которые у нас регулярно проходят Естественно, тот кандидат, который выстроит наиболее эффективное взаимопонимание со своим электоратом И получает максимум голосов Поэтому пиар здесь является очень таким, ну лакомым, наверное Завидуют многие, те, кто не имеет таких эффективных инструментов в пиару Как вы считаете, может быть политика, нынешняя политика без пиара И можно ли выиграть какие-либо выборы, если рядом нет хорошего специалиста Ну, бывает политика без пиара Мы это видим, например, в Сирии, в Ливии И к чему это все приводит в конечном итоге Плачевно так Плачевно, да Многие даже лишаются, наверное, можно сказать, жизни Если не занимаются налаживанием связи со своим народом, своим обществом, своим электоратом То есть в политике пиара это такое положительное явление Достаточно не только для самого политика, но и для общества Пиар это вообще положительное явление, если уж говорить на чистоту Отрицательного в нем ничего быть не может в априори Поэтому я бы призывал наших политиков почаще пользоваться услугами пиар-специалистов Расскажите немножко о себе, какой вы сферой занимаетесь И в чем ваши какие-то, может быть, нюансы в вашей работе Ну вот мы с вами некоторое время потратили на то, чтобы все-таки как-то меня определить и подписать Под моим изображением, кто я такой На самом деле я человек, имеющий два образования Первое, имею финансо-экономическое образование Второе именно в сфере рекламы и связи с общественностью Почему вы решили получить такое второе образование? Потому что я всю свою жизнь работал на практике именно в сфере пиара и рекламы Вам это нравилось изначально? Да, это мне нравилось Но в связи с приходом кризиса 2008 года Один инструмент рекламщика, он оказался неэффективен Получилось так, что многие клиенты, испугавшись от волны Поддавшись панике, бежали отовсюду, сломя голову И поэтому приходилось, наверное, прибегать уже профессионально именно к пиар-инструментарию Для того, чтобы сдерживать уходящего клиента Для того, чтобы перепрофилировать, переориентировать его в новых условиях рыночного функционирования Но у вас сейчас не один клиент, как я понимаю? Нет, он не один Я на самом деле занимаюсь консалтингом достаточно профессионально и довольно-таки давно Поэтому уже сложился определенный пул клиентов, которые постоянно пользуются моими услугами В основном это люди бизнеса Как специалистам данной сферы все-таки удержаться на плаву и не поменять профессию? Ведь это достаточно творческая такая специальность И тут нужно как-то, наверное, подходить серьезно, не только серьезно, но и творчески к этому делу Как все-таки, какой бы, может быть, можно было дать совет тем людям, которые только начинают заниматься пиаром? Что им нужно сделать для того, чтобы не лишиться своей работы? Ну, многие умалчивают тот факт, что пиар это не только творческая профессия Эта профессия еще и очень высокоинтеллектуальная Человек, который занимается пиаром, он должен иметь большой кругозор Это, поймите правильно, я сейчас не себя хвалю любимого, а говорю некоторые такие объективные вещи, которые многие должны понимать Особенно те молодые люди, которые идут в институт для того, чтобы получить образование пиар-специалиста На данный момент рынок очень жестко отсеивает тех людей, которые не могут эффективно взаимодействовать в этой бизнес-среде На данный момент времени бизнесу требуется не просто пиар, а пиар особого вида Пиар, который приносил бы прибыль компании Пиар, который максимизировал бы эту прибыль Пиар, который бы помогал добиваться точки безубыточности гораздо более быстрыми темпами, чем это предлагают экономисты и аналитики Поэтому можно говорить о том, что на данный момент сейчас для бизнеса важен пиар на результат Такие задачи дается руководителям, поэтому креатив здесь еще не самое главное То есть нужно, наверное, иметь какое-то образование психолога или быть немножко психологом, помимо всех знаний и кругозора Наверное, все-таки это тоже важно По большому счету, да И психолога, и социолога, и даже, наверное, где-то и политолога, если речь идет о политическом пиаре Как Вы считаете, как сейчас готовят людей такой специальности, насколько хорошо? И, может быть, есть какие-то недостатки в подготовке? Вот приходят студенты, Вам, наверное, встречались студенты после вузов Чего не хватает? Я не буду клеймить позором наши российские вузы Потому что и так все прекрасно знают, каких специалистов сейчас готовят наши институты В любом случае не хватает молодым специалистам практики Я считаю, что образование все-таки наиболее близко подошедшее к практике бизнеса Это MBA все-таки Это не академическое образование в классическом понимании, как его предлагают наши вузы Все-таки играющий тренер, который является наставником молодого специалиста Он так или иначе передает часть знаний и готовит уже человека к непосредственной работе С точки зрения практической Да, да Теорию человек может прочитать, она не засекречена Эта теория опубликована в многих учебниках, в многих работах отечественных авторов, изрубежных авторов Естественно, к нам пиар пришел с Соединенных Штатов Америки Как некий запрос бизнеса 20 века на высокотехнологичные производства, на то, что нужно было забывать продукцию Но сейчас у нас эпоха уже информационная, запросы немножко поменялись А методики преподавания, они, наверное, остались на уровне Советского Союза Это очень удручает Какие у вас есть свои, может быть, небольшие секреты? Какие последние такие акции проводили, которые действительно привели к хорошим продажам, к хорошей презентации? Секрет у меня один Я очень глубоко вникаю в тот бизнес, в котором я работаю Не понимая бизнес-процессов, которые происходят в компании Очень трудно сделать эффективный пиар И осуществить вот эту вот коммуникацию, о которой все так много говорят Нельзя поверхностно относиться Нельзя поверхностно То есть нужно досконально изучать Пиар-специалист – это специалист очень широкого профиля Это, во-первых, менеджер Во-вторых, это менеджер, который должен знать и уметь буквально все Он должен плотно работать с отделом продаж Он должен научить менеджера по продажам правильно предлагать и презентовать свою продукцию Должен, наверное, даже в его уме сделать некую революцию Потому что сам факт продаж, он очень и очень неоднозначен То есть вы еще тренинги проводите с менеджерами? Естественно Это непосредственно то, что, ну я бы сказал, сермяжной правдой нашей работы Это то, что мы, сама суть, сама соль этой работы А тренинги вы сами придумываете или есть какие-то книжки, учебники, откуда их можно взять? Естественно, есть книжки и учебники Но все приходится адаптировать на конкретный случай, на конкретную ситуацию Конкретную компанию, конкретного хозяина Здесь я бы еще мог, наверное, взять инициативу в свои руки И рассказать немножко о руководителях То, что многие руководители бизнес-структур не совсем понимают Чем занимается пиар и для чего он нужен в компании У нас это не секрет, это статистические данные, что 90% компаний прекращают свое существование в первые 7-8 лет работы То есть это те компании, которые не интересуются пиаром, которые недооценивают пиар Которые, ну скажем так, бизнесмены от САХИ Вот эти бизнесмены от САХИ, они вот так плачевно заканчивают Почему-то принято считать, что пиар это Лишняя затрата денег Да, баловство, это то, что могут себе позволить крупные корпорации Нефтедобывающие, газодобывающие, сырьевые фирмы На самом деле это не так Пиар это, скажем так, повседневная необходимость любого бизнеса И в том числе и органов госвласти Удается переубедить таких директоров, что все-таки их компании необходим пиар, иначе через пару лет придется закрываться Их переубеждает рынок, а не пиар-специалист Все-таки, наверное, рублем убедить гораздо эффективнее, нежели словами Вот рынок убеждает рублем То есть вы уже приходите, понимая, что вас просто нуждаются и вы необходимы Да, да, зачастую это бывает вот так Какие из последних тренингов можно вспомнить? Такие, наверное, интересные самые, которые действительно повысили уровень компании, имидж компании Вы знаете, тренинги, они не повышают имидж компании Они повышают квалификации персонала, который проходит эти тренинги Что касаемо акций, пиар-направлений, которые повышали бы узнаваемость бренда Цитируемость бренда Но мы этой работой занимаемся системно, еженедельно, ежемесячно У нас есть некий план публикации, когда компания должна отчитываться перед той общественностью, среди которой она функционирует и работает Поэтому здесь могу назвать, например, очень зачастую использую ресурсы компании РБК Всевозможные информационные сайты, газеты, РБК Дейли, Синьюз и так далее А почему именно эти сайты? Они по целевой аудитории максимально подходят к тому, чем занимается наша компания А все-таки бывали, наверное, какие-то случаи, когда планируется какая-то акция, планируется какая-то работа с данной компанией Она уже ведется и в итоге приводит к чему-то такому необычному, такой финал непредсказуемый Я, во-первых, никогда не берусь за те проекты, которые я понимаю, что я их не смогу осуществить В силу тех или иных обстоятельств А бывают такие проекты? Естественно, бывают Когда ты уже приходишь и ты видишь, что компания находится в таком плачевном состоянии Что ей помочь уже просто ничем нереально Хорошо, если просто не занимается компания пиаром А вот если она занимается неумелым пиаром И она портит вообще свой имидж И делает это на протяжении 5-6 лет Я не буду скрывать, что есть некие информационные войны, которые ведутся против бизнеса И эти информационные войны зачастую приводят эти компании, жертвы, скажем так, к очень плачевному результату Когда компания вынуждена распасться и уйти с рынка А не прибегаете к такому, как переименование компаний? Ребрендинг Вы знаете, я все-таки являюсь специалистом в сфере информационной коммуникации А не в сфере антикризисного управления фирмой Поэтому мне кажется, что это немножечко не моя специфика деятельности Я занимаюсь именно информацией Но все-таки вернемся к непредсказуемым результатам Были ли такие акции какие-то? Да, акции такие были у моих партнеров, не у меня Я обычно результат просчитываю, и он достаточно предсказуем в моем случае На 100%? Нет, 100% быть не может Но сказать, что 8 к 10 будет, это возможно А 20 может не будет Так, наверное, можно посчитать Обычно это все просчитывается с маркетинговыми исследованиями Я обычно консультируюсь с психологами по многим вопросам, которые сам не понимаю То есть призываю молодых специалистов не бояться консультироваться С теми людьми, которые больше вас знают в какой-то отрасли То есть это вполне нормально Результаты такие были Я работал в одной финансовой компании, которая имела дочернюю строительную компанию И руководством было принято гениальное решение Позвать группу пиарщиков, не относящихся к нашей компании То есть отдать на фриланс, на откуп группе специалистов А почему? Не выгодно было самим делать? Или не было рабочих сил? Мы были очень заняты над этим проектом, над финансовым То есть у нас не было просто времени заниматься сторонними делами И вот группа гениальных пиарщиков, продвигая на рынок квартиры Сделала такой очень интересный калаш из фотографии Стоял, как сейчас помню, камин стоял Кресло-качалка И в окне где-то на дальнем плане виднелся строящийся дом с подъемным краном И вот колл-центру вот этой строительной компании Потом пришлось три недели отвечать на вопросы просто взбесившейся публики О том, как заказать кресло-качалку Какая это красивая мебель Занимаетесь ли вы продажей каминов В общем, спрашивали что угодно Только не квартиры в новом строящемся доме Поэтому такие, кстати, конечно, бывали В чем здесь была ошибка, на ваш взгляд, самое главное? Ну, накреативили сильно Не просчитали целевую аудиторию Кому это сообщение предназначалось То есть несовпадение визуального образа и наполненности Того продукта, который нужно было продвигать То есть здесь все-таки нужно было крупным планом показывать кран-стройку Нежели кресло-качалку Ну, я уже воздержусь от своих советов этим специалистам Мне кажется, здесь нужно просто сжечь диплом на заднем дворе И пойти поучиться заново То есть все-таки бывают Конечно, конечно И потом компании, конечно, страдают, наверное В конечном результате Компании страдают зачастую И вот эта ответственность, которую перспециалист Он ее должен чувствовать, приходя в какой-то бизнес Он должен понимать, что это компания, детище Хозяина, который вкладывает в это деньги То есть компании не появляются из ничего и не уходят в никуда Это закон физики, он одинаково справедлив и для бизнеса Часто вы сталкивались с такими специалистами? К сожалению, часто Как вообще можно оценить? Есть ли какая-то шкала оценки пиар-специалиста? Есть ли какие-то, допустим, как бывают в фестивале у кого-то Когда сравнивают, идет какая-то конкурсная программа Вы как-то не предоставляете свои конкурсные какие-то работы? Я, наверное, не погрешу против истины Если скажу, что пиар в нашей стране Это явление в достаточной степени новое То есть, конечно, есть некие конкурсы Есть некоторые сообщества профессиональные Которые, ну, отмечают так или иначе Заслуги нашего брата, пиарщика Как его принято называть в народе Пиармена, как это пишут в учебниках Но на самом деле это очень новое явление Которое еще, я думаю, нашей стране придется оценить и переосмыслить Нельзя ли связать то, что у нас выпускается Столько, может быть, неквалифицированных сотрудников С тем, что это новое явление? Ну, наверное, в том числе да, возможно Почему именно в том числе? Вы еще какие-то, думаете, есть провалы в нашей системе образования? В этой сфере? Ну, я думаю, что об этих провалах Говорят уже в высших эшелонах власти О том, что количество вузов Оно вообще не соответствует Никаким реальным критериям Хорошего образования в стране О том, что у нас Учат порою те люди Которые даже понятия не имеют О том, чему они учат То есть, они берут книгу и просто Зачитывают лекции Например, в западных вузах Насколько я наслышан и знаю от своих друзей Которые там учились Мне, вот, к сожалению, не удалось Паучиться нигде за рубежом Говорят, что там Сам процесс образования Он построен абсолютно по-другому То есть, там никто не вычитывает Лекции по учебнику Там приходят люди и делятся Практическим опытом Потому что учебник, студент Он его может прочитать самостоятельно В качестве факультатива Либо домашнего какого-то задания Поэтому там, во-первых, опыт Накопленный десятилетиями Он колоссален на Западе Намного больше Конечно Они этим начали профессионально заниматься Вот так вот развернуто Масштабно После времен Великой депрессии То есть, естественно Это, ну, наверное, 90 лет Такой обширной работы Ну, там, наверное, и курсовые какие-то работы Которые делают студенты Они больше практического плана То есть, дается задание Я не знаю по поводу курсовых работ Наш преподаватель из РУДН Профессор Медведев Привет ему большой от меня Политолог наш Великий российский Он говорит так Что я туда приезжаю И там я просто делюсь знаниями Там люди могут лежать На каких-то мешках Люди могут просто сидеть Да, с бутылкой минеральной воды Там никто не пишет лекции Там просто ведут дискуссии на тему То есть, преподаватель дает Некий Некий материал для размышления И потом его все вместе разбирают Группа студентов Вы говорили, что Новичкам, те, кто только пришел Нужно всегда Если чего-то не знаешь Спрашивать у тех, кто умнее У психологов, у политологов Вы как начинали Свою такую карьеру Тоже обращались У меня были очень талантливые наставники Вот Мне повезло Судьба меня всегда сталкивала С очень умными, хорошими людьми Которые профессионалы в своей области И я, естественно, многом от них набирался Черпал И потом это применял в своей работе В поседневной Сейчас до сих пор черпаете? Да, у меня до сих пор Очень теплые отношения С своими наставниками Мы периодически созваниваемся Обсуждаем некоторые инновации Которые в нашей отрасли возникают Появляются Естественно, это так То есть Вы следите полностью за тем Что новое появляется И постоянно это переделываем Конечно А мы не следить не можем Потому что тенденции Они очень быстро набирают обороты И они очень внезапно появляются Здесь же, на месте Они и применяются В работе То есть тенденции у нас Они, наверное, раньше всех появляются в пиаре А сколько лет Вы уже в пиаре? Около 7 лет Вот в сентябре будет 7 лет То есть за 7 лет Постоянно, каждый год Что-то новое Конечно Постоянно чему-то учить Сейчас вообще Вектор информации Он сдвигается Опять же, не секрет Ничего здесь нового не скажу В сторону интернета И интернет-технологии На самом деле Они очень бодро шагают по планете Когда создается сайт какой-то крупной компании Там тоже работают пиар-специалисты? Конечно Это непосредственная задача пиар-специалиста Координировать работу над созданием сайта Наполнять его Проверять информацию, которая идет на сайт Соответствует ли она запросам И желаниям публики, целевой аудитории Которая это будет потом читать и понимать Здесь есть еще некий момент Как эти сообщения трансформируются В умах тех, кто читает их на этих сайтах И так далее То есть там даже нужно думать, как слова расставить Конечно Потому что люди могут понять Вообще диаметрально противоположную И вы добьетесь такого результата Что люди побегут от вас Стройными рядами конкурентов Хотя в целом все написано вроде бы нормально Да, хотя в целом все написано правильно А цвет сайта так же подбирается? Конечно Многие говорят, что это С точки зрения психологии Разные цвета по-разному реагируют Какие самые благоприятные? Есть исследования наших отечественных ученых По этому поводу Потому что даже национальность человека Она очень сильно влияет на восприятие цвета Русские люди очень любят цвета естественные, природные Это зеленый, это чистое небо, голубое Правильно, абсолютно верно То есть если вы откроете сайт Сбербанка Вы там это все увидите А как же в Москве справиться? У нас тут столько национальностей И столько потребителей совершенно с разных стран Разная вера И как можно на каком-то сайте Все это собрать и разместить? Или тут все равно идет какая-то целевая аудитория? Я понял вопрос Здесь очень важно четко понимать Целевой аудитории, кому это предназначается И естественно, исходя из этого Уже делать пиар-компанию Возраст тоже отличается? Конечно, конечно Если вы делаете пиар для бабушки Восьмидесяти лет Он будет абсолютно Цветочек Другой, нежели этот пиар, который вы будете делать для тинейджера Например А в словах? Если, допустим, вы составляете Вы говорили какие-то отзывы Там еще что-то на сайте на том же Если это для подростков В чем отличается их? Может быть слоган, какая-то речь? Чтобы им было понятно? Или чтобы правильно было понятно? У подростков очень много заимствований из иностранных языков Американизмы И так далее, и так далее, и так далее То есть сленговые слова, которые понимают только молодежь и больше никто Если мы говорим о людях бизнеса То эти люди, они очень привержены к языку сухому Языку документов Языку того, в чем они вращаются Книжный такой язык Книжный язык, да Язык экономики, язык цифр Если мы говорим о пожилых людях То это скорее люди-приверженцы риторики Вот тех стародавних времен Когда у нас Политбюро Зачитывало некоторые доклады с высоких трибун Поэтому здесь это нужно тоже учитывать Ну, хотелось бы также узнать Все-таки профессия, пиар-специалиста Это призвание Вот как есть врачи Они практически с детства все хотят Ну, хорошие врачи стать врачами Писатели, то же самое Здесь достаточно тоже такая профессия специфическая И можно ли ей, ну, заниматься пиаром Спустя какой-то возраст Я не берусь утверждать призвание это или нет Но по собственным наблюдениям могу сказать Те люди, которые работают в пиаре Не по призванию, а по некому Ну, финансовому Финансовому мотиву Или прочему Рынок их просто выметает Со временем из профессии То есть вот это я вижу То, что рынок сам отделяет зерна от плевел И остаются у нас сильнейшие Поэтому конкуренции мы не боимся Кто хочет, приходите в пиар И пробуйте свои силы Можно ли сказать, что тот, кто хочет стать пиар-специалистом Сидит за книжками, зубрит, учит Обращается к наставникам Увлекается психологией, социологией Грызет гранит науки Он все-таки добьется своего Он добьется своего Но он должен быть готов Заниматься этим вот Выше вами перечисленным Всю свою жизнь До глубокой старости То есть вы до сих пор сидите по вечерам То есть этот процесс, он бесконечен Вместо телевизора книжки Ну я уж так это не буду кошмарить Людей Но если я чувствую, что где-то я плаваю Чего-то недопонимаю Чего-то не знаю Естественно, я ищу справочную литературу Я ищу сведущих в этом вопросе людей И естественно я эти знания пополняю Не бывает такого, что смотрите, видите где-то чью-то работу чужую И сразу видите какие-то ошибки Да, я вам скажу, с годами мы уже не просто видим работу Мы видим швы, по которым она клеена и шита То есть прям каждые кусочки Конечно, конечно С чего все начиналось, с чем заканчивалось Да И даже могу, наверное, какое-то двойное дно там просмотреть И понять даже могу Что хотели сказать, что сказали И получилось или нет сказать то или иное Да, когда уже так долго работаешь Разбираешься не только в своей работе А все-таки здесь такая же специфика Когда ты сам делаешь, ну что-то не замечаешь А у других заметнее или нет? Ну естественно, бревно оно в чужом глазу Более видно, нежели свое Ну, к сожалению, наш эфир подходит к концу Хотелось бы сказать вам огромное спасибо Что пришли, рассказали про вашу профессию Еще раз поздравить вас с праздником Спасибо, Андрей Напоминаю, что это была программа у нас в гостях Мы сегодня говорили про пиар специалистов Или специалистов по связям с общественностью Мы с вами встретимся через неделю Всего доброго и до встречи Редактор субтитров А.Семкин